Именем этого художника-импрессиониста назван кратер на планете Меркурий. Его картины оцениваются миллионами и пользуются большой популярностью. Речь идет о великом французском художнике Клоде Монне. Он родился в Париже в ноябре 1840 году. Позже семья Монне переезжает в Нормандию, где мальчик и провел свое детство. Отец Клода надеялся, что когда сын вырастет, то будет заведовать бокалейной лавкой. Сорян, конечно, но у меня тут нарисовался один маленький квестин. А че еще такое бокалейная лавка? Переданной по наследству. Однако маленького Монне увлекали занятия рисованием. Ой, не больно-то и хотелось. Особенно хорошо у него выходили карикатуры. Уже в 15 лет он стал известным в городе карикатуристов. К нему отовсюду приходили и просили нарисовать портреты. Не, ну вообще, как бы жиза. Мои предки тоже много чего хотели. Будучи юношей, Клод Монне познакомился с живописцем и Женом Буденом. Именно он открыл для будущего основоположника импрессионизма варианты написания картин на пленэре. Так, стопэ, ща я загуглю, че это такое? А то от вас реальной инфы не дождешься. Ща я по фасту и продолжу. Первыми картинами Моне стали «Завтрак на траве», «Дама в зеленом», «Женщина в саду». Картину «Завтрак на траве» художник планировал представить на выставке, но из-за тяжелого финансового положения работу пришлось продать. И вместо нее представить на суд жюри «Даму в зеленом». А чем мы никто не задонатил? Ну, да, как всегда, конечно. Пока есть зусы, все френды. А как нужно ту хелп, то все just passing by. Или Камилу в зеленом. Натурщица и будущая жена Клода Моне Камилу Донсье долгое время была его музой. В работах Моне начинают прослеживаться легкость, его увлекают туманы, пары, воздушность. Он пишет свои лучшие картины, бульвар капуцинок, сирень на солнце, впечатление восход солнца. Не, ну, не знаю. Первая, вторая, ничего так. А, ну, третья, изи, я тоже так могу. Клод был абсолютно не студийным художником. Живя в Живерни, Моне создает собственный неповторимый сад. Он выращивает красивейшие цветы, а затем, вооружившись красками и мольбертом, изображает сюжеты на холсте. Ирисы в Живерни, плакучие ивы. Эх, хотела бы я там почилить. Так появляется знаменитое полотно мастера, пруд с водяными лилиями. Арили, это Хасбин среди его картин? Именно эта картина была признана самой дорогой работой художника. Самой дорогой? Хм, а принесла она ему хоть какой-нибудь профиль? Кстати, есть любопытный факт. Он начал видеть цвета по-другому. Например, рисуя в 1915 году водяные лилии, и они казались ему голубыми, хотя на самом деле были белыми. Клод Моне был художником, совершившим революцию в живописи 19 века. Не, так-то найс. Картины Клода Моне восхищали современников чистотой красок, а его пейзаж и сейчас кажется живыми и мерцающими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова